What the hell is going on? Гару украл силу Сайтама и повторил его серию обычных ударов. Сможет ли он скопировать его серьезный удар? И будет ли он настолько же сильным? Сейчас мы с вами это и обсудим. Всем привет, друзья! Это обзор последней 210 главы манги One Punch Man. Чтобы посмотреть озвучку со звуковыми эффектами и крутым музыкальным сопровождением, нажмите на подсказку, которая появилась в правом верхнем углу. Ну а прежде чем начать, хочу поблагодарить аниме Фасту за огромную поддержку на Бусти. Ссылка на его ютуб канал, а также на мой Бусти будет в описании. Итак, вернемся к манге. Гару достигает течения всех энергий и поведения всех сил во вселенной, что говорит о том, что он может скопировать любые техники и удары своих противников, что он и делает, повторяет серию обычных ударов Сайтамы. Удалось ли Гару скопировать также и силу удара? Да, по крайней мере, он способен скопировать обычные удары Сайтамы. А вот насчет серьезных я не могу пока что сказать. Но одно мы знаем точно. Сайтама вместе с Гару устроили аж ядерную войну, ибо взрывы настолько мощные, что сотрясают Землю. Нам показывают Псайкос, что неудивительно, ведь... СПОЙЛЕРС! Ведь в веб-комиксе она также выжила, а после Тацумаки даже решила добить ее. Только вот Сайтама и Фубуки спасли ее от этой участи. Но мы не об этом. Итак, она заметила, что сила, которой пользуется Гару, божественная. А вот увидим ли мы еще Псайкос в бою? Ну, на этом поле очень маловероятно. А вот на Пщеничном возможно. Эх, ладно, шутник из меня такой себе. Больше не буду так шутить. Окей, после обмена ударов Сайтама и Гару упали в воду. Но после сразу же взлетели в воздух. Мы видим, как Сайтама закрыл свой нос. Очевидно, чтобы не задохнуться под водой. Но мы-то с вами знаем, что он может и под водой дышать. Вы скажете, что? Нигде такого не было и это невозможно. А я вам отвечу, что Сайтама может привыкнуть к любой среде. Что нам показывали в битве против Орочи, когда Сайтама принял ванну из магмы. Так что, вот вам и ответ. Он убирает свою руку, смотрит на нее и будто увидел свою кровь. Будто он получил урон от Гару. И говорит такой, Блин, ну чувак, я же пообещал пацану, что не получу ни царапины. То есть, Сайтама получил царапину от Гару? Блин, да, скорее всего да, но мне не хочется в это верить. Не хочется даже видеть, как Гару дает хоть какой-то урон Сайтаме. Хоть я и люблю Гару, но если Сайтама будет получать от кого-то урон, интерес к аниме, думаю, у многих пропадет. Ведь в этом и вся фишка Сайтамы. Что никто не способен даже ранить его. Ну, в финале, я не против того, чтобы появился бог монстров или еще кто, с кем Сайтаме придется сразиться всерьез. Вот тогда можно и поранить Сайтаму, и сломать пару костяшек. Но до тех пор, будьте любезны, не надо все портить. Так если Сайтама не получил урон от Гару, то что тогда? Это вода, которая случайно попала ему в нос. Все, точка. Бу-бу-бу-бу-бу, я вас не слышу. Я знаю, что вы будете писать в комментариях, что это бред полнейший. Но я также знаю, что будут люди, которые согласятся со мной. Итак, Гару использовал гамма-всплеск. Гамма-взрыв – это энергия, выделяемая умирающей звездой. И самый разрушительный взрыв во вселенной, который отправился Сайтаму на Марс, Луну, Юпитер, Сатурн и так далее. Итак, нам показывают милую маску, которая подошел к Флэшу и Монако, и спрашивает у Флэша, какого черта с ним стоит монстр. На что Флэш отвечает, что он просто нашел экзотичного зверька, которого можно использовать как фонарик. Бедная Монако испугалась. Думаю, с ней все будет хорошо. Скорее всего, Сайтама заберет ее домой, ну или Флэш, чтобы использовать ее как фонарик. В веб-комиксе Вана Сайтама забрал к себе домой Черноса и пса Орочи, и стал о них заботиться, как о домашних питомцах. А вот в манге Мураты, то есть здесь, у нас есть Чернос, Пьес и Монакос. Хе-хе, Монакос. Монако. Что ж, далее. Гарыч приземляется рядом со всеми героями, которые были в ужасе и дрожали от страха, а некоторые даже бежали. А вот то, что сказал Флэш, мне очень понравилось. Я не думаю, что он испугался, он просто понял, что Гару сейчас совсем на другом уровне, и им ни за что его не победить. Но он не собирается сбежать. Он говорит, что бежать нету смысла. То есть он готов биться до конца, пока бьется его сердце. О да, это настоящий герой. Также мы видим Бенго, который приполз к своему бывшему ученику, чтобы поправить ему мозги. Но Гарыч отвечает, что он дружит со своей головой, и что все окей. Даже бог монстров не смог испортить его мозги, хоть тот и пытался. И теперь, получив такую силу и став абсолютным злом, но, будучи в здравом уме, он будет вершить зло. До тех пор, пока не придет Сайтама и не даст ему леща. Но, как мы заметили, Сайтама куда-то улетел, и непонятно, когда он вернется. Возможно, он сразу захочет обратно прилететь к Гару, но увидит вывеску о распродаже и задержится. Ну, а потом по дороге домой поймет, что мясо, скорее всего, испортится, так как его дом уничтожили. И он не сможет ни приготовить еду, ни положить мясо в холодильник. После чего он отдаст это мясо кошкам и собачкам, а сам вернется на поле битвы. Ну, а там, пока Сайтама не было, Гару уже успел побить всех героев, включая С-класс. Вот так Сайтама и накажет Гарыча за все, что он сделал. И тот поймет, что никаким абсолютным злом ему не стать. Пока существует Сайтама. Абсолютное воплощение справедливости. Конец. Друзья, на ютубе нету монетизации, и я не получаю ничего за эти видео. Если хотите поддержать меня донатом, в описании будет ссылка на мой Бусти канал. Спасибо всем за поддержку. Если понравился мой обзор, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Ну, а с вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok